За свою эндоскопическую практику заведующий диагностическим отделением Островицкой больницы Дмитрий Кардис проходил много курсов повышения квалификации. Владея багажом и виртуальных, и реальных практик, уже сегодня и сам может проводить мастер-классы. Однако время и прогресс технологии диктуют свои условия. Упустить возможность обучения значит ослабить профессионализм. Поэтому предложение пройти недельные курсы на базе Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента Дмитрий Евгеньевич принял с пониманием важности процесса. Новое всё, как располагается оборудование, как проходит процесс обработки, как в этом учреждении проходят все этапы, вся логистика, как движется больной. Это надо всё время прорабатывать, подсматривать, что-то внедрять у себя. И само исследование, сама работа, которую мы проводим, это тоже имеет значение. Учиться никогда не поздно и всегда важно. Важна и ответственность перед пациентами, коллегами, самим собой. На профессионалов смотрит молодёжь. А специалистов, которые недавно в профессии в Островицкой больнице, достаточно. Лечебное учреждение – одно из самых молодых в стране. Год основания – 2020. В штате 185 врачей, из них 47 – молодые специалисты. Все не безучастны к реализации проекта «Высокотехнологичная медицина в регионы». Средний медицинский персонал также в процессе просвещения. Инфекционная безопасность – термин, который сегодня рассматривается под микроскопом. Мелочей в медицине нет. На этом основана работа. С порога до выписки наши пациенты, особенно в акушерском отделении, да и во всех остальных, должны знать, что у них будет всё в порядке в плане инфекционной безопасности. То есть они должны поступить здоровенькие, здоровенькие выписаться. Повышение квалификации специалистов – санитарно-техническое состояние. Рекомендации, которые были прописаны в эпикризе объектов здравоохранения Гродничины. Стоит заметить, специалисты мониторинговой группы не впервые посещают приграничный регион. Больницы, поликлиники, ФАПы – в каждом учреждении свои замечания. К слову, в Лиде взгляд экспертов был направлен в том числе на работу и эффективность станции скорой медицинской помощи. Очень быстро скорая приехала и довольно-таки в моём состоянии оказала достаточно квалифицированную помощь. Потому что сильные эти боли были, они меня обезболили, потом же сделали кардиограмму. Таким образом упала больницу. За сутки здесь фиксируется 100-140 вызовов, поэтому самой карете, её мобильности – особое внимание. Сейчас тест-драйвы проходят четыре новых авто белорусской сборки. Машина удобная, мягкая. Будем стараться спасать людей по мере возможностей. На такой машине и приятно работать. В этом году изменился табель оснащения машины скорой помощи. Одно из новшеств – кресло для транспортировки. Эту нишу в Лиде планомерно закрывают. Всё для безопасности и удобства как пациента, так и медперсонала. Сейчас есть кресло эвакуационное, которое складное, оно очень компактное. Но оно позволяет спускать пациента с любого этажа по ступеням практически к одному человеку. Очень удобно. Пациент фиксируется устойчиво и спокойно передвигается при помощи одного водителя. Рабочая группа отмечает серьёзное продвижение вперёд. Планомерная работа по сокращению списка нареканий идёт эффективно. Часть технических пробелов, которые выявлялись ранее, закрыты. Приобретается необходимое оборудование, новый автотранспорт выезжает на вызовы, обучение специалистов на местах и в столице ведётся на постоянной основе. Всё для того, чтобы оказание медицинской помощи нашим гражданам велось по высшим стандартам качества. Татьяна Сидоренко, Максим Курьян, СТВ